ВОВЧС между прочим, сам настоящий ВОВЧС, у него 2762, а у меня 2545, и это я еще прибавил. То есть больше 200 пунктов разница у меня, бывают такие КМСы. Это забавно. Ну что, добрый вечер, Николай, который лучше иного гроссмейстера. Защиту Олехина. Кого-кого я не ожидал, так это базара вокзала встретить. Так, ну что, продолжаем. У нас уже было в каком-то степени принципиальная дискуссия в этом ряде в нашем матче, в котором мы играли в конце лета, если вы помните. Черным тут нелегко. Так, у меня что-то вроде опять показывает, что он отвалился, но вроде, будто не отвалился. Который позволяет им свободно развиться, а черным натурально отвалился, е-мое. Я даже пойду А3, по-моему. Не, ну такие лаги, это, конечно, они вообще никому или даже пойду А3. Чтобы К4 не получить. Так, а если сюда? Слон Е3 и рокировка. Сюда. Белые так захотели очень удачно поставить все фигуры, все удобно. Но с другой стороны, у них теперь прилично подвес центр, и король в центре задержался. Поэтому мне, конечно, надо пытаться это жестко как-то сразу использовать, иначе белые, если рокируются и хорошо выйдут все свои фигуры, у меня будет просто плохая позиция. Опасная. Так, опасная, опасная. Так, опасная. А так, может быть, и живем. Какой ферзь С2 сыграть? Висит на А7 и на С4. На А7, кстати, напал еще. Ну, не знаю, не уверен, что этого должен бояться. Висит на А7. Висит на А7. На А7 отдаю, на А7 не жалко. Играем нагло. На Е3 жалко. Играем дерзко. На Е3 отдавать совсем-совсем не хочется. Но отдам. Раз хорош человек просит. Но мне 3 забрать хочется. Я, пожалуй, и заберу. Перепешка Д4 зависает. Но так все еще. Король А8 и полна А7 тоже зависает. Такое ощущение, что, возможно, у белых легкие проблемки. Как мне держать на Д4? Ферзь Д2 может быть? Да, Ферзь Д2. Но я не исключаю, что они могут их разрулить вполне. Да, Ферзь Д2. И ушел слоном, когда ладья умеет. Так, ну тут у меня ладья Ф3. У меня хорошая эншпиль. И на Ферзь Е7 все равно ушел. А, вот так. А, вот так. Я пока просто. Слон бьет Д4. Он играет без стол. Нет, тут еще он хрявный перевес. Но радости мне от этого никакой. Просто на слон Д4 там в конце варианта на ФС у меня зависело. Все равно эти пешки придется отдавать. Теперь да, просто конь Д4. Играю, например. Проиграно, блин. И очень обидно, что проиграно, потому что... Ладья Д3, конь Б3. Ну фигли. Ферзь С2, конь А1. И важно, что там скрытых ударов я не боюсь, потому что конь С1 нападает на Ферзя на С2. Ну Ф1. Не, ну сюда... Ладья Ф1 пусть будет. Кул С6 просто. У меня еще и пешки нет. Вот вдобавок ко всем моим бедам. У меня нет двух фигур за ладью и еще пешки. Так, теперь мне нравится идея слона Ф5, слон Ж6. Не знаю. Но я сумел закончить развитие. Вроде как успеваю. К сожалению, Вова Чес остается очень неудобным соперником. А ведь когда-то играли на равных. Нужны ли мне такие лиски? Еще в Геленджике я с ним на победу играл. Но выпустил. Вот. А потом что-то я пошел ему вот в том же Геленджике, в Блиц. Я ему проиграл очень обидную парусю. Позиция выдана. Нужна только аккуратность. И с тех пор все плохо. С тех пор я ему и в интернете стал проигрывать. И вот в живую проиграл. А до этого мы играли на равных. А сейчас вот, блин. А сейчас вот, блин. В Б3 там АЦ3 зависит. Конь Е2. Почему потом на Я1 забрал. Этот мой конь совершенно не боец. И то, что удается его разменять, это радость. Но это просто выиграно. Радость очень символическая. Просто у черных выиграно. Вообще нечем играть. Нечем играть. У меня плохо все. Слоны Е5. Ферзь на А4 идет. Ферзя не хочется никуда выпускать. Абсолютно жесточайшая выигранная позиция. Он все равно выходит. Ферзь на А4. Слон Д4 зеваем. Так. Висит ладяй. Ферзь на А4 зеваем. Все зеваем. Да. Ну, слоны тут просто жесточайше доминируют. Да. И это победа. Сдался. Вове проиграл. Хорошая партия. Ну, по делу он меня переиграл в защите Олегина. Просто порвал. Надо мне подучить теорию. Я из общих соображений уже не в первый раз. Я не только Вове. Я Борнику проиграл. Ну что я, дамы и господа, это у нас в 5 и 7. Еще кому-то и Вове уже третью баранку в этом дебюте. Это у нас в 5 и 7, между прочим. И вот, надо мне понять, что делать на А4. Звучит очень и очень неплохо. Или как его недопускать или что на это делать. Да, и просто две подряд жесточайшие, уверенные победы против международных мастеров. Тоже приятно. Потому что там я знаю, что у белых большой перевес, а я хожу из дебюта в плохую позицию. Окей.